Программа поддержки местных инициатив начала действовать в России более 10 лет назад. Если еще в 2013 году в ней участвовали лишь 7 субъектов, то к 2017-му эта цифра достигла 47. В большинстве своем проекты ППМИ направлены на решение острых инфраструктурных проблем. Ремонт объектов тепла и водоснабжения, дорог и тротуаров, приведение в порядок домов культуры и освещения улиц, строительство детских и спортивных площадок. С каждым годом на эти цели из федеральной казны выделяется все больше денег. Общая сумма средств, направляемых на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в сравнении с 2015 годом, возросла от 2,4 миллиардов рублей по всем субъектам, которые участвовали. То уже к 2018 году оценивают более 10 миллиардов рублей по данным Минфина Российской Федерации. Как было отмечено в ходе совместного заседания профильных комитетов законодательного собрания Тверской области и Московской областной думы, Верхний Волжь является одним из наиболее активных участников ППМИ не только в пределах ЦФО, но и всей страны. По данным областного правительства, в рамках программы на сегодняшний день в регионе реализовано около 300 проектов на территории практически всех муниципальных образований. Как отметил председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, эта программа – одна из наиболее популярных у местных жителей. По мнению спикера областного парламента, ее реализация несет в себе целый ряд положительных факторов. Программа инициативного бюджетирования имеет своим результатом рост самоорганизации локальных сообществ. Благодаря ППМИ в Тверской области постепенно выстраивается коммуникация жителей, депутат, администрация поселения. На основе программы ППМИ депутаты законодательного собрания, они не только принимают активное участие в ППМИ, но опять же являются одной из сторон вырабатывания стратегии развития программы поддержки местных инициатив на территории. Как выяснилось, опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив оказался полезен соседнему региону, и не какому-нибудь, а сразу столичному. Присутствовавший на заседании председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тарас Ефимов подчеркнул, что одна из главных задач, стоящая сегодня перед региональными и федеральными властями, начать регулировать реализацию программы на законодательном уровне. Работая над законом Московской области, мы, конечно же, тоже столкнулись с необходимостью, вот как мы понимаем, внесения изменений в бюджетный кодекс, потому что нужно закрепить понятие инициативных платежей, их целевого расходования, потому что, опять же, возвращаясь к теме инициативного бюджетирования, кроме вовлечения граждан в процесс управления общественными финансами, оно предполагает и соучастие граждан. Одним из результатов такого соучастия граждан стала спортивная площадка в микрорайоне Южный в Тверии. Ее построили как раз в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Этот объект был показан столичным гостям.